Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания всем, кто меня сегодня смотрит. Ой, девочки, у нас вчера такой скандал был. Сейчас расскажу, потому что не хочу, чтобы зрители, которые меня смотрят из Франции, возможно, и в других странах такое есть, чтобы вы не попались на аналогичную удочку. Вчера я поехала к своей подруге в гости. Сидим мы, значит, с девчонками, тихо, мирно беседуем. И за рюмкой чая звонит у меня телефон. Я смотрю номер незнакомый, неизвестный. И обычно у нас после Нового года, и в этом году не исключение, очень часто звонят различные рекламные компании. То страховку предлагают, то поменять оператора мобильной связи, то что-то продают, то какие-то услуги предлагают, типа как сделать экспертизу дома, что у вас там термитов нет, или они у вас там вдруг найдутся. Ну, в общем, вот такая вот чепуха. И, думаю, воскресенье, выходной день, наверное, опять то же самое. Они, кстати, и в субботу, и в воскресенье звонят. Могут и в 7 утра позвонить, могут и в 8 вечера позвонить. Но, ладно, как бы не в этом суть. Где-то через полминуты снова тот же самый номер. Я так думаю, а вдруг это у меня Миленка ночевала у подружки. Думаю, мало ли, ну, номер мамы, подруги я знаю, мало ли это номер ребенка. Беру я трубку. Здравствуйте, здравствуйте. Тра-та-та, тро-та-та. Короче, предлагают матюэль. Это страховку. Я говорю, спасибо большое. Я, ну, как бы я не нуждаюсь, не хочу менять. Меня все устраивает. Ну, во-первых, не хочется, когда ты в гостях, общаться на эту тему. Во-вторых, в принципе, на данный момент мы ничего менять не собираемся. И до свидания положила трубку. Что вы думаете? Снова звонят. И где-то тоже опять полминутки прошло. И дайте мне договорить. Вы должны меня выслушать. У нас такие, значит, супер пропозиции и так далее. Короче, подруга моя. Дай сюда телефон. Ну, разнесла их как только можно. И сейчас объясню, по какой причине. Они с мужем работали на предприятии. То есть, саларьей, это когда ты наемный рабочий. Ну, вот как вот у меня, Артур, есть владелец ресторана. И он шеф-повар в этом ресторане. Как бы он не владелец. И страховку, матьюэль, дополнительную, львиную долю, вернее, оплачивает вот этот вот твой работодатель, на которого ты работаешь. И у них была аналогичная ситуация. Они работали, и страховку оплачивало предприятие. Потом сначала муж ушел в частный бизнес. И вот где-то, да сколько, наверное, полгода. Да, да, полгода. В начале лета она тоже уволилась. И тоже оформила себя частным предпринимателем. Естественно, та страховка, которая оплачивалась этим предприятием, теперь им никто не оплачивает. И страховка, соответственно, по денежке совершенно другая сумма выходит. И вот звонит ей вот такой вот рекламный агент. Рассказывает все прелести этой матьюэль. Она, значит, слушает, слушает. Все прекрасно. Посмотрела свой контракт. И получается так, что по новой вот этой вот страховке выплаты больше и услуг больше, которые возмещаются. А платить на всю семью получается меньше. Ну и что вы думаете? Она прекращает ту страховку, переходит на эту страховку. И в итоге что оказывается? Это выплата, которая была ей обещана по телефону. Они высылают контракт. Там все на 35 листов расписано маленькими буковками. Все там циферки стоят 100%. А надо не 100%, чтобы там более-менее тебе возмещалось 300-400%. Я не понимаю, как они там считают. Мы каждый раз, когда меняем страховку, у меня первый, наверное, месяц вот общается с вот этими агентами. Или как они там называются. Мы непосредственно едем в офис и разбираем все по пунктикам. Потому что тоже попадали вот так вот. Ну, конечно, не так конкретно, как они. В чем проблема? Когда ты находишься, вот, ну, ты являешься клиентом страховой, определенной страховой компании. Там первый год тебе идет меньше возмещения. И на следующий год больше возмещения идет. Там различные бонусы приятные добавляются. И на третий год там еще больше. Чем дольше ты с ними находишься, тем больше у тебя плюсов, так скажем. И поскольку они длительное время были на той страховке, у них там уже плюсов было достаточно. Даже если бы они платили ту сумму, у них бы возмещение было, ну, хорошее. Я не могу сказать на 100%, потому что есть у нас определенные страховки, которые стоят бешеных денег. Это для очень богатых людей. Но там, конечно же, потом, если вдруг что, то ты практически ни за что не платишь. И уйдя с той страховки, где у них уже был вот такой вот послужной список великолепный, придя в эту страховку. Короче, она опять получается на базовой, хотя они взяли средний уровень. Там есть первая категория, она там вообще, ты мало платишь, но тебе ничего не возмещается. Максимум, женералистам или какой-то процент от специалистов. Но не кинетам тоже маленький процент возмещается. Остеопат вообще не возмещается. Дерматолог тоже. Еще какие-то специалисты. Ну, много там нюансов существует. Не буду сейчас вдаваться в подробности. И вот, перейдя с той страховки, там разница у них получилась меньше платить на 30 евро. Но у них практически, поскольку это первый год, они новые клиенты, и у них там возмещение, ну, вообще вот такой вот пшик. И она вот настолько была злая из-за того, что, ну, тоже так вот. Они очень хорошо рассказывают. Они тебя, ну, завлекают только так. Почему я знаю и почему я стараюсь все вот эти вот рекламы вообще быстро пресекать на корню? Ну, во-первых, это тратится твое время, а результаты от этого ноль, потому что тебе не нужно. Они очень, ну, нажимают прям на тебя. Вот, да вы подождите, да вот вы послушайте, да мадам, да вот это, да вот это. И лучше сразу положить трубку. И у нас была аналогичная ситуация, только не со страховкой, а с оператором мобильной связи и с интернетом. У нас был контракт, вот я не помню, то ли с Бикс, то ли с Оранж. Ну, это как бы тот, кто во Франции живет, вы знаете. Если кто не живет, то я, наверное, даже и названий говорить не буду, потому что это существенно роли не меняет. Короче, в каждой местности, даже в квартале, вот, города там или деревни, есть покрытие одним оператором интернета лучше и другим хуже. И если ты в этом не разбираешься, если ты в этом ничего не понимаешь, то ты попадаешь на целый год, как попали мы. Нам рассказывают, рассказывают, рассказывают. Теперь где-то полтора часа с ними общался. И мы меняем. Даешь там телефон, контракт, они сами между собой все это разрывают. Тот контракт подключают тебя на тот контракт, на свой, тот, который тебя, так скажем, в своей сети поймал. Ну, и что вы думаете? Год мы, да, мы платили меньше, но за этот год мы намучились так. Во-первых, связь уже, вот она ловит на террасе и вот здесь вот в салоне. На втором этаже, где у нас там в спальне, связь прерывается. СМС-ки надо по три раза было отправлять. ММС-ки вообще, фотки не отправлялись. На первом этаже, в гараже вообще связи не было. Нужно было от дома отойти вот туда наверх, чтобы ты мог поговорить по телефону. В гараже не было связи. И в прихожей тоже так. Ну, это был кошмар. И видео вот я выставляю по онлайн, ну, вот это стриминг. Ты не можешь посмотреть фильм, потому что вот это крутится, он не загружается. Интернет настолько никакущий, что он для нашего квартала, короче, вообще не подходит. Они же об этом не говорят, а ты как, ну, ты потребитель, ты клиент, ты же не изучаешь. Сейчас мы, правда, изучаем. До этого же как-то вот, ну, пока не попадешься, ты же не знаешь. И видео, девочки, у меня загружалось малюсенькое видео, там 8-10 минут, двое-трое суток. Что мы вынуждены были купить дополнительный, ой, как же он назывался, такая штучка маленькая, вот, ну, выскочила из головы. И портаже коннексион, это когда, ну, типа рутера, наверное, модем, во, модем, наверное. И когда ты вот, купили мы вот эту карточку с этого модема и распределяли мобильный интернет на компьютер, на телефоны. Ну, и в любом случае мобильный интернет, это не тот интернет, который ты проводишь, чтобы Wi-Fi был. И что, если я сейчас, вот, у меня видео загружается, ну, сколько, если там более длинное, ну, час, максимум, обычно 20-30 минут. И тогда вот двое-трое суток. И поэтому, и дело в том, что ты не можешь разорвать контракт, потому что, если ты его разрываешь, ты должен там какую-то неустойку платить. Ну, во-первых, девчонки, надо, первое, все изучить. Вот это то, что тебе предлагают, вот этот договор. Надо все читать, особенно, где звездочки такие стоят и где оно, вот эти сносочки внизу. Все надо прочитывать, все изучать. Все вот эти вот подводные камни. И никогда просто, вот, ну, как моя подруга повелась на все вот эти, типа, бонусы, которые через три года у нее только появятся, а здесь она уже их имела. И вот эта разница 30 евро, вот, как вчера мы говорили, я говорю, знаете, у нас есть такая пословица, скупой платить дважды. Так вот и здесь получилось. И только мы, значит, успокоились с этой Матюэль, с этими звонками, потому что, ну, как я уже сказала, все мы вся звонят. У меня буквально за прошлую неделю я 15 номеров внесла в черный список, потому что, ну, надоели, сил уже никаких нет. Мы фикс-телефон вообще отключили, потому что звонят, 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 и, ну, это вообще невозможно. И только мы насчет этой Матюэль успокоились. Я же говорю, что, девчонки, может, у кого-то есть хороший мастер ногтевого сервиса. Мне, во-первых, вот этот вот ноготь прибитый, потому что под низом растет уже новый, и вот этот нужно снять, и хотела бы покрытие сделать. И опять, короче говоря, вчера я, лучше бы я, наверное, не ходила, опять и разозлила свою подругу. Она перед Новым Годом пошла сделать маникюр. Записывалась на сайте, и было написано, что вот эти вот акриловые ногти 75 евро стоят, и внизу, в скобочках, там, покрытие, там, установка вот этих вот ногтей, корректировка, там, ну, все. Потом, значит, вот этот вот гель-лак 35 евро. И тоже же написано, что можно французские маникюры, там, можно узорчики различные, там, ну, декор вот этот вот сделать. Ну, и что вы думаете? Видите, пришла она на этот маникюр, красиво сделали, я ничего не могу сказать, как бы придраться не к чему, уже, правда, начинает отрастать, но она сказала, больше я туда не пойду. Короче, на сайте стоит цена 35 евро. Без, ну, как бы нет отметки от 35, там, до 55, или, там, от 35, и неизвестно, ну, мало ли, что ты там захочешь и придумаешь, может, бриллианты попросишь вставить. И когда мастер делала, она говорит, ну, все-таки праздники, ну, хороший коммерсант, праздники, Новый год, давайте вот сюда стразики добавим. А вот здесь вот можно сделать, ну, вот, как типа снежиночки нарисовать, там, еще что-то. Очень красиво было сделано, прям, ну, действительно, как французский маникюр, вот такой вот тон, потом там идет ноготок классический французский, и потом вот это вот, ну, такая, как вот с снежинками, ну, хорошо сделано было. Стразики тоже такие маленькие, там, маленькие побольше, действительно праздничный. Ну, и что вы думаете? Мастер ни слова не сказала, что один вот этот вот стразик стоит 5 евро, и декор одного ногта дополнительно 2 евро. Со всей вот этой вот бедой, плюс дополнительно у нас никогда девочки не берут, вот, заканчивается маникюр, она тебе маслицем и кутикулы обработает, ногти там чем-то, каким-то кремом, массажик сделаете. Там тоже вообще не было такой услуги, массажи. То в итоге у нее получилось 70 евро за вот этот маникюр вместо 35. Она же достает карточку, это же вбивает, это она говорит, ой, а почему 35 же же маникюр, почему 70? Она ей достает прайс, который вот, ну, у нее он есть, как положено, открывает и показывает. Сказывает, вот это, вот это вот стоит столько, это все там написано и так далее. Подруга говорит, так на сайте, я же говорю, когда записывалась, на сайте не было, это первое. Второе, если это дополнительная услуга, потому что написано в скобочках, что декор, стразы, там рисунок, наклейки, темпинг, вот все. Ну, но не написано, что это идет как дополнительная услуга. Если человек, ну, здесь француженки, они этим не сильно увлекаются, они редко делают, особенно вот такой вот нарядный маникюр. И я прекрасно понимаю, что она ни капельки без всякой доли лукавства, она действительно понятия не имела, что за это берется дополнительная оплата. Ну, деваться некуда, на ногтях-то все уже наклеено. Заплатила она 70 евро и говорит, настолько вот такой неприятный осадок, маникюр красивый. Но, говорит, когда смотрю на него, вот, очень неприятно становится. Так что вот так вот, девочки, такие у меня новости. Были в субботу мы на скидках, думала, что сегодня покажу вам, что я купила, но ничего практически не купила. Во-первых, цены бешеные, потратили, мы купили в основном в Миленке себе две вещи, я приобрела, покажу, только не смейтесь. Потратили, ну, немножко там продуктов, там купила я курицу, купила говядину, ка там вот этот наполнитель для туалета. Что мы еще купили из продуктов? Картошки, по-моему, да, картошки, что-то из овощей такое, по мелочевке, короче говоря. И вместе с Миленкиными, потому что в основном ребенку покупали, вышло у нас почти в 600 евро. Я, когда чеки подбила дома, я была в шоке. Потому что раньше, когда, ну, были скидки, и ты уже посмотрел на сайте, как я вам говорила, ты уже знаешь примерно, сколько это тебе обойдется. В этот раз моя теория и практика с сайтами абсолютно не оправдала моих ожиданий, поскольку посмотреть я посмотрела, но было две проблемы. Первое. Не было размеров ходовых, потому что вот был 34, 36, 38, 40, 42, ничего нет. Идет потом 44, это французские размеры, огромнейшее все, 44, 46, это на полненьких. И вторая проблема, то, что мне понравилось, вот на картинке так красиво, но когда ты надеваешь, оно вообще, ну, не то, что плохо сидит, оно вообще не так смотрится. Вот хороший фотограф, хорошая, наверное, модель, прекрасный ракурс был взят. Вещь, даже когда ты берешь, вот смотришь, она уже не выглядит так, и фактура не такая, материалы, ну, в общем, разочарование полное. Миленке купили один спортивный костюм на ребенка, вот ей 10 лет, 11, скоро будет. Шапочку тоненькую, вязаную, одни джинсы, одни тоненькие брючки, две футболочки и толстовка. Мужу две футболки с коротким рукавом, летние, никакие, это не топовые там какие-то, то еще подумаете, что ты тут ноешь, там, наверное, накупили Версачи и так далее. Нет, девочки, все средних марок, не совсем дешевое, там, что в Киаби продается, все такое вот добротное, но не от кутюр, чтобы было понятно. И что мы еще взяли? Да, и вроде бы и все, да. И вот такая вот денежка, ну, ладно, сейчас покажу, что я себе купила, но сразу говорю, предупреждаю, не смейтесь. И вуаля, девочки, вот мои покупки на зимних скидках. Это вот такой вот органайзер, состоящий из четырех корзинок, маленькие две, это для ванной комнаты взяла, складывать там ватные диски, да, вот эти вот палочки, а вот эти две поставлю на мебель в салоне. И маска. 30% скидки, все, вот, маска 4 евро, органайзер 8 евро. Лично на себя на этих скидках я потратила 12 евро. Ну, а покупать смысл какой, то, что красивое, то, что хорошее, то, что тебе нравится и подходит, оно ноль скидки, ноль абсолютно. Несмотря на то, что это не новая колецка, там, весенние какие-то новые вещи. Нет, это все старое, ну, уценено, вернее, по скидкам идет только то, что не покупалось. Да еще и по таким ценам, за которые, ну, абсолютно не хочется приобретать то, что тебе не нужно. Ну, а с погодой у нас сейчас как раз все хорошо. Просушиваю все, что у меня намокло в эти дожди. Тикунетка вон на фоне голубого неба. Погулять вышла, да, красулька. И побежала. Ой, ты такая толстенькая, пушистенькая. Вот так. Все, пошла гулять на крышу. Ладно, девочки, буду я с вами прощаться, потому что время уже идти за Миленкой в школу. Желаю всем хорошего настроения, мирного неба, здоровья и увидимся.